Наконец-то, я думал, нас сегодня разлучили по техническим причинам. Скажите, меня видно, слышно? Есть, да? Хорошо. Подведем итоги такой предотчетной недели. Отчетный период у нас на следующей неделе начинается. Я этому очень рад, не знаю, как вы. Потому что, ну, конечно же, и на этой неделе были какие-то акции, которые двигались, причем, наконец-то, начали дешевые акции более-менее двигаться. Кстати, очень неплохо, и мы сегодня это посмотрим. А в целом, да, то есть уже хочется какого-то большего драйва, несмотря на то, что у нас рынок очень вчера неплохо прошел, особенно на SDQ, да. Очень неплохое у нас было вчера движение, вот этот вот день, да, то есть на часовом чарте, ну, на 5-минутном, вот, был у нас вот такой вот объем, да, определенный. Сегодня не так весело пока что, да, но в целом еще не вечер, да, как говорится. Кто не знает, будем привыкать, кто вспомнил, кто помнит, обрадуется, да, на eSignal мы будем сейчас это все дело смотреть, может, сразу уже глаз будет как-то теряться, да, потому что программа чуть-чуть отличается от AdvancedGate, но кто-то скажет, что не чуть-чуть, но, в общем, на отчетный период я все-таки решил eSignal себе поставить, поскольку там очень хорошая линковка, молниеносно, можно сказать, с огромным количеством Market Maker, с тем же Takion, вот для этих задач я, собственно, eSignal восстановил. Nokia, да, то есть тут все будет то же самое, единственное, что тут мы будем выбивать акции, да, очень удобно, что уже видно сразу же, какой рынок, это у нас дневка испевает, у нас 15 минут испевает, это меньше и будут таймфреймы, да, ну, соответственно, тут будет акция, которую мы будем рассматривать. 15, да, там, либо какой-то меньший таймфрейм и дневной график, но это, опять же, кто никогда не видел данной программы, я, собственно, для этих людей рассказывал. Вот, поэтому пойдем следующим образом, да, в общем и целом посмотрим, что по новостям на этой неделе, да, то есть, как, собственно, мы в начале недели говорили, кроме как момента в среду по EDP, Employment Change сегодняшних, Non-Farm, каких-то мега-новостей серьезных на этой неделе не было, да, но очень многие не любят торговать, когда у нас Non-Farm Payrolls, да, ну и, собственно, день сегодняшняя, правда, я считаю, что день абсолютно, по-моему, даже понедельник был поинтереснее, по моему мнению. Есть, конечно же, движение, да, там, стремится у нас, вот, последние 15 минут очень неплохо у нас прошел, так как, что это за свечи такие интересные у нас получились. Странно. SPY, да, и, соответственно, вот такой отрошатый на момент после вчера присутствует, да, находим какие-то зоны уже сопротивления на самых верхах, и всегда хочется, конечно, чтобы это была какая-то зона очередной какой-то коррекции, но мы знаем, что после таких дней очень часто у нас просто с понедельника либо с следующего дня это все откупается. Ну, посмотрим, да, может быть, на этот раз. Итак, по новостям понятно, ничего кого-то сверхъестественного не было, соответственно, нужно было искать счастье в каких-то более активных акциях, либо вы, если торгуете какую-то уровневую стратегию, должны были искать ситуацию по вашей, собственно, стратегии, да. По группам на этой неделе у нас Technology Services, да, вчера у нас NASDAQ, кто смотрел, упал у нас больше всего, соответственно, те компании, которые у нас в сектор Technology входит, больше всего там делали тонн. Ну, собственно, основные, можно сказать, у нас игроки. И вчера корректировались, тот же Google, да, например. Вот. В общем и целом, да, как всегда, особняком у нас стоит Utilities, которые могут быть зелеными, когда все красные, наоборот. Basic Materials у нас, собственно, вот удержался на этой неделе. А сегодня у нас, опять же, Utilities. Впереди планеты всей, все остальные в нуле, можно сказать. Ну, сейчас, я думаю, цифры чуть-чуть станут покраснее, да, не имею в виду вот сегодняшний вот этот вот день, потому что движение Проспевая у нас было и по NASDAQ. Вот. Соответственно, поэтому, да, только чарту можно понять, что день такой, как для интродейт-трейдинга, может быть нехти. Я понимаю, что кто-то там мог утром ухватить какую-то свою ситуацию, где-то там заработать, но я смотрю на картину в целом. Да, нефть у нас на этой неделе вышла на важный хай, так же, как и WTI, так же, как и бренд, да, то есть стримимся мы все выше. Никто не думал, что мы после вот этих вот лоу вернемся к 100 долларов. Ну, я, конечно, заберяю вперед, но от сотни, скажем так, еще довольно-таки далеко на самом деле до 100 долларов, но чем черт не шутит. То есть тот момент, который мы говорили на курсе Swing Trading, когда в декабре-ноябре я говорил о том, что на основе определенного анализа большие перспективы у нефти у нас и нефтяных акций расти. Ну, в принципе, вот через практический год, вернее, в течение всего года этот момент, можно сказать, исполнился. И я считаю, что это очень-очень было год. То есть мы об этом здесь говорили, и кто помнит, в этом, собственно, есть соответствующая запись. То есть, ну, в большинстве случаев, конечно, долгосрок у нас рулит, если вы его делаете, скажем так, правильно, но это другой стиль и вообще отдельный разговор. Собственно, на следующей неделе мы уже начинаем про более длительные таймфреймы говорить. Итак, да, по этой неделе давайте те акции, которые, по моему мнению, были интересные сегодня, которые интересны. Были также посмотрим определенные отчеты и решим, можно ли там было что-либо делать. Давайте сейчас с отчетов начнем, а потом, собственно, можете сбрасывать эти ситуации, которые вам были интересны. Единственное, что описываете, просто голый тикер, там, там, икс, 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 и так далее, там, его смотреть нечего, то есть, дата, возможно, время, да, какая-то ситуация, там, можно ли было зайти, либо нельзя. То есть, какая ваша идея, тогда есть смысл обсуждать эти моменты. В противном случае, мы их будем просто игнорировать, потому что в этом нет смысла никакого. Окей, имеется в виду, никто от этого не научится. По отчетам, да, то есть, были у нас такие акции, как SFX, который у нас, автомакет клоу, сочетался в понедельник, да, после закрытия первого числа, и вот у нас, собственно, был момент во вторник, да, и тут, наверное, многих может интересовать вопрос, возможно ли тут был какой-нибудь такой себе OPG-момент, да, вот у нас, собственно, эта ситуация, автомакет клоу, у нас вот этот вот день, вот тут, да, то есть, это все у нас пошло ниже, 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 и вот у нас премаркет. Премаркет очень был хороший, на самом деле, и пошло вот это смещение у нас 9.20, действительно, что, ну, серьезно там начали смещаться, да, помним, да, заодно S-A-F-I-X это у нас NASDAQ, и, соответственно, там было тяжело бы вам как-то отправить, допустим, OPG с таким вот намерением, если что, его отменить, да, то есть, не смогли бы его отменить, но стак довольно-таки плотный, на самом деле, да, он ходит очень, довольно-таки у него серьезный ATR, но не унесет он, как правило, уж очень сильно. Открылись тут по 78 центов, естественно, если вы заходите в такую ситуацию, да, то как минимум вы должны держать ближайшую фигуру, то есть там никаких 5-7 центов, я не знаю, там, естественно, бывает такое, что и 2 центов хватает при OPG, когда просто идет открытие, и сразу же акция валится без всяких проблем, но часто в таких вот акциях здесь волатильность определенная, да, исторически такого не будет. Другой момент, да, то, что тут скорее бы всего, не то, что скорее бы всего, даю 9 из 10, если не больше, то что, потом бы в эту позицию, вот в этом всем чистоколе потеряли, потому что там действительно очень тянулся спред, и практически вернулись к 35. Ну, потом вот такую вот штуку сделали, кто-то мне писал в личку, я не помню уже, нужно ли было заходить здесь на пробитие 34.04.34 обязательно и получать стоп, да, 100%. Это очень бы классный был момент. При входе вот тут вот, вот этой вот ситуации, на low, на вот этой вот свече, 9.35, засветило тут практически 50 центов, и тут однозначно нужно было выпрыгивать при пробитии 34. И никак иначе. Потому что, да, кто-то скажет, ой, зацепило и пошло, но в следующий раз просто пробьет 35 на 9.40 и в 10 утра будем там на 38. Легко. Да, то есть это утренний момент, и там нельзя щелкать особо какими-то мыслями, да, нужно действовать и либо-либо, то есть там не будет такого момента, что там никаких академических подходов быть не может, да. Просто в следующий раз, следующая свеча будет условно такая, у которой будет high у нас 90, да, вот как вот тут, да, и просто не вернуться выше 34, и там за несколько минут вам до 32 просто там добегут, вы даже будете не успевать радоваться, то есть это вполне нормально. Единственное, что в таких ситуациях, да, нужно выходить. Этот момент тяжелый, честно говорю, да, то есть тут опять же можно было в эту свечу зайти в low и держать риск аж сюда, да, 60 лишних центов, мне кажется, тут было очень много, и то, что держали здесь, как вариант попробовать, там, зайти, ну опять же, тут был фейк небольшой, да, пару центов, ну, не очень такой явный момент, в принципе, минимальным объемом однозначно можно было лимитнуться, там где-то 33.20, плюс-минус дать зазор какой-нибудь 10-15 центов, но это не мегамомент, то есть это не уровень сделки, допустим, а либо там пятерку ей поставить, да, чтобы захотеть. Ну так бывает, да, когда вы торгуете быстрые вещи, то есть какие-то зоны, которые держатся, вы, допустим, перезаходите, да, бывает такой момент и даете на это меньше риска, потому что тут, скажем так, нужно заходить было больше бы позиций, чем здесь, по моему мнению. Ну и потом до 10 утра акция, конечно, хорошо пробежала к 31.50, вот, да, ну по сути, вот 10 утра, окей, 32. Ну и, собственно, потом у нас был момент вот этой вот вечерней торговли, да, вот здесь вот, когда начали держать 30, по 30, да, по 30, 100% можно было лимитнуться, единственное, что, конечно, такой момент нужно было постоянно держать, ну и, и, да, можно было в SFAX какой-то сквиз попасть, то есть нужно сразу себе где-то помечать, что SFAX, да, если бы раньше не торговали, скорее всего, в следующий раз тоже себя будет так вести, потому что, ну, довольно-таки сквизовая акция, но ходовая, да, то есть имеется в виду вот такие вот вещи она может делать. Вот, после вот этого момента, вот это, по сути, был финал, который у нас вот в начале, в самом начале, по сути, в 2 часа, да, и все и закончилось. Был еще вот этот выход, но он уже был такой более тяжелый на самом деле. Вот, поэтому в SFAX можно и нужно было быть первые минуты, но вот там вот, если говорить о той ситуации, 100%, там, естественно, нужно было вот тут вот там на открытии выходить и, собственно, когда вот этот был возврат 100%, вас бы вынесли, иначе последствия могли быть не очень хорошие, да, если бы начали передерживать ситуацию. Был ли второй день, да, я считаю, ну, скажем так, то, что я вижу, могу сказать, опять же, я больше рекомендую смотреть ситуации, когда премаркет на следующий день, если он есть после дня отчетного, да, после вот этого вот дня, после вот этого. где-то здесь, да, и там перед открытием пробивает, тогда лучше в ней заходить. Но сейчас, я смотрю, если есть премаркеты, буквально, если в первую минуту акция идет сразу же сильно вниз, причем даже без SPY, да, она там может делать, но вот этот момент, в первую минуту всех опрокинули вверх, то есть UPG-то 100% нет, 100% нельзя здесь заходить UPG, тем более, там еще, ну, мы бы получили 100% на аптекруле, то есть, потому что были аптеки, но вот так вот заранее, вот тут вот готовиться, вот в этой, отправлю яка на шорт, либо на лонг, абсолютно непонятная ситуация, куда мы пойдем, мы же сначала вниз, пустим 10, потом вверх 20, а вот здесь вот, да, тут вопрос, сможете ли вы, там, если ловите момент, там, по 39, по 30, даже по 29-20, он еще, рабочий, сможете ли вы на аптеке взять эту акцию, но риск нужно будет держать за фигуру минимум, да, если вы сподобитесь, там, эту всю ситуацию захватить, предположим, по 29-25, там не может быть стоп-ордера какого-то сразу же, если проваливается ситуация, там, бьет 29, да, и, там, чуть ли не пробивает, тогда точно сразу же стоп без убыток, а то и сразу же за 29-11, где-то 29-12, в расчете на то, что, ну, как минимум, деньги свои, там, утром, минус себе не делает, да, и, вот, стараться, добежать до, вот, этого low, который у нас был, 29-60, не 29, да, 28-60, который у нас, собственно, вот здесь вот и исполнился, да, быстро он исполнился, то есть, вот, вот ваш таргет, вот он, вот эта линия, синим тут она видна, 28-50, да, по сути, то, что пойдет потом, это, ну, может пойти, может не пойти, на самом деле, потому что очень часто бывает, ну, вот тут вот, как раз это и случилось, после того, как пробили 28-50, остановились, и вот сквиз был 25 центов, да, стоит ли его терпеть, ради возможного вот этого выхода, которого может и не быть, я думаю, нет, то есть, тут нужно забирать свою цель, и не думать, потому что утро, это такая у нас ситуация, утро, вообще такой момент, когда у вас нет времени, там, на самом деле, 5 минут смотреть на эту проторговку, потому что параллельно вы можете торговать ситуацией, вам там нужно внимание, да, то есть, тут мы в спокойной сейчас обстановке это рассматриваем, да, когда торгуются, у нас совершенно по-другому все идет, поэтому забирайте цели, просто забывайте, да, ну, потом, если будут какие-то интересные моменты, да, то пытайтесь, тут, ну, второй день может не пройти, если бы это был первый день, тут можно было бы попробовать, на самом деле, ну, вот, конечно, мы сделали неприятный момент, да, такой, текрульный, вот, но тут на самом деле, скорее бы всего, вас бы выбило, скорее бы всего, да, но я про этот момент сейчас обсуждал, то есть, это самая суть, вот она была, самая явная ситуация, она была в самом открытии, сегодня у нас, SFX тоже, там, 29, кстати, вот, находит, да, со вчерашнего дня, такой уровневый момент, кстати, очень классный, но это очень быстрый такой трейдинг, и, собственно, у нас открытие было по 72, да, и, ну, я не знаю, я бы такое движение, ну, честно, не просчитывал бы никаким образом заранее, может быть, разве что 27,50 цель, да, вот отсюда, в расчете, что уже и рынок, может, как-то поможет, да, в этом вопросе, ну, потому что все-таки уже день, н-ный пошел у нас после отчета, стоит ли на следующую неделю, честно говоря, ну, посмотрим, как сегодня закроется, на самом деле, то есть, то, что после отчета, после такой вот свечи, мы ее сделали low, еще выходим ниже, это может быть начало такого, не то, что начало, тут уже потеряли 50%, да, в сентябре было все хорошо, жили припеваючи, были 52, а сейчас 26, поэтому, и ушли за 200, мы винович можем уйти, то есть, тут все очень, как-то складывается для SFAX, очень нехорошо, поэтому я бы ее не убирал, но не надеялся там на какие-то постоянные сейчас не заработки, то есть, мы можем сейчас отстояться, а на какой-нибудь там еще н-ный день, не знаю, в следующую среду, четверг, пятницу, пойдем пробивать 25, и могут быть хорошие движения, то есть, какой-нибудь второй, третий лист я бы оставил ее точно, дальше идем, Pepsi, Pepsi отчитался, Pepsi ушел, тоже очень интересно, если с точки зрения техники смотреть, за все основные 20, или 200, и мовен эверидж, то есть, получается, у нас такая даун тенденция, но суть не в этом, отчет, открытие было вообще непонятное, то есть, там участвовать, ни в коем случае нельзя было, вот где-то вот здесь, абсолютно не ясно было, и что было хорошо, да, ну, вот такие вот зоны, стоит ли их смотреть, ну, тяжело их будет, на самом деле, смотреть вам на отчетный период, но, кто-то тоже писал по этому поводу, вот здесь, ну, будут намного лучше моменты, то есть, не нужно распыляться на вот эту вот, непонятную штуку, которая, да, потом выходит, а может, собственно, и не выйти, а тут очень шикарный был момент, во второй день в Pepsi, это вот эта вот проторговка, просто как вариант, запомните, в своей памяти отложите, когда вот, вот такого, если на что это было в обед, но потом просто увидели уже, как по факту, когда она уже пошла, просто сама вот эта вот ситуация, когда вот так вот держат стак под фигурой, когда постоянно пытаются вниз, да, вроде как, и не обновляют хай вот этого, да, не выпрыгивают, и это длится, там, порядка 15-20 минут, вот такие вот формации, такие вот моменты, где-то с часу, начиная с начала второго, вот отчетных акций будут очень неплохи, поэтому, ну, вот этот классный момент, да, когда пытаются вверх, не получается у них, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть слазить, да, самое лучшее, на самом деле, что может быть, но тут, даже здесь нужно смотреть, если здесь останавливаются, возможно, лучше покрыться и ждать, когда обратно вернутся, потому что, тут могли зацепиться, но прошли уже без проблем, но Пепси на самом деле тяжелый стак, я понимаю, что он красиво прошел от 109, практически на 107, но вот, просто для примера, такое себе в памяти нужно отложить, очень такая, может быть, интересная ситуация, на отчеты, то есть мы уже готовимся к тем отчетам, которые у нас будут на следующей неделе, ну, на следующей меньшей степени, банки у нас, да, будут в большей степени уже, когда у нас будет, с 15-го, да, числа, получается, 15-17, вот так вот, Ленар, если тут кто-то пытался заходить, но тут на самом деле ничего было делать, не оправдал он надежды, и хорошо, что он не, иногда, когда ждешь какой-то отчет, и открывается в какой-то непонятной зоне, скажем так, акция, это иногда даже очень хорошо, потому что вы не придумываете себе какого-то там момента входа, то есть он грязно открылся, как-то грязно ходил, какими-то постоянными сквизами, кто смотрел, там постоянно был спред открытий по 15-25 центов, то есть его носило назад-вперед, и в финале ничего и хорошо, то есть иногда компания есть новость, да, какая-то, в частности отчет, он вот так вот себя ведет, и самое плохое, что вы можете здесь делать, это выдумывать какие-то точки входа, да, на этом можно уйму денег потерять, то есть торговать в ситуации, где торговать вообще нельзя, потому что там нет этой ситуации, в принципе, но он сейчас смещается, но там какие-то зоны вырисовывает, ну, в целом, да, то есть картина не радужная, но сам стак, вот эта длина, вот эти Resident, Resident Construction, они тяжеленькие, на самом деле, дальше, RPM, было здесь, либо нет что-то, вечерний был момент, разве что, но опять же, стак очень такой, непростой, тонковатый, и вчера вот этот был момент в обед, опять же, вышли в обед, но не знаю, будет ли это тенденцией, на этот отчетный период, но посмотрим на самом деле, не самый явный момент, поэтому, ну, мы его не смотрели, на самом деле, не рассматривали, сегодня он начинает отходить вверх, ну, то, что он вот так вот сделал сверху, это очень хорошо, шикарная зона сопротивления, да, у нас была, но это такие уже больше свинг-моменты, разве что вот тут вот начинать, его шаттить под 20-й, AYI, красиво смотрелся, много прошел, но я считаю, там не было вообще вариантом у вас даже что-то попытаться, тут бы отбили зубы 100%, очень он сквизовой, просто есть акции, которые, например, очень дорогие, но они на самом деле очень неплохо двигаются, и более понятно, да, то есть тут вот этот вот выход, ни в коем случае нельзя здесь было заходить, только вот в этой зоне, если вы про утро думаете, да, то есть тут вот так вот это еще ничего не значит на самом деле, причем тут прошел объем, никуда не пошли, но он был такой очень, тут тоже, но опять же деление и спред, очень тяжело он двигался, на самом деле, сегодня акцию, скоро вам покажу, там посмеемся насчет Аптикрула, тут просто оборвали этот, по 39, но тяжелый, тяжелый был момент, поэтому и в AYI, нет, кост, кост сегодняшний, в косте, опять же, тоже, по моему мнению, нечего было ловить, на открытие, на открытии, там пытаться пробивать, вот здесь вот было бы тяжело, там спред был довольно-таки серьезный, поэтому, но я не рискнул даже, я посмотрел одним глазом, сразу же отказался от этой затеи, ну, может быть, вечером, да, какие-то зоны он будет вырисовывать, да, может вернется сейчас, и все-таки потом будет выход, и будет у нас уже вечерний вот этот вот трейдинг кости, но сами понимаете, да, какие здесь деления, соответственно, там нужно закладывать, ну, минимум 25 центов, стоп ваш будет, минимум, да, если еще и пронесут, то есть учитывать, что это может все, обойтись 40 процентов, с точки зрения технического момента, очень классная дневка, и вообще интересная у нас ситуация, несмотря на то, что у нас и спивай, на NASDAQ и Russell 2000 находятся очень высоко, вот таких вот сейчас падающих, будет у нас, я думаю, предостаточно, и на этом нужно делать упор, собственно, работайте с этими акциями, и тогда у вас, наверное, не будет вопроса в первый, второй день, там, в лонг пройти, либо в шорт, нужно дожидаться, будет, и добивать их, если будет давать возможность. Неплохо на самом деле он смотрится, и его нужно оставлять к 100 процентов. Ну, и SGH, раз мы уже к отчетам, который, бедняга не может, вот эти 35 взять идет уже на важный штурм, очень важный момент для свинга сделал SGH, если он удержится здесь, пробьет вот эту вот линию, то это может быть очень классный свинг, но об этом мы будем говорить на следующей неделе. Считался неплохо, да, у нас SGH лучше, да, то есть, ну, не так, что прям уж ух, но неплохо, да, это у нас, кто не знает, ну, у некоторых могла эта акция не попадать, потому что средний объем у нас только полмиллиона, сейчас он станет больше за счет сегодняшнего дня, да, то есть не самая была на стоповая акция, хотя вот были вот эти дни летом, по-моему, вот это был отчет, если не ошибаюсь, но могу ошибаться уже. Выходит неплохо, единственное, что бывает, тут тянут спред, OPG здесь был, я считаю, опасен все-таки, да, все-таки это акция NASDAQ, он открылся не самым лучшим образом, то есть можно было здесь потерять, тут нужно было ждать момента, а его до сих пор, я считаю, нет, посмотрите, как он ходит, да, вот эти вот минутные свечки, это high 3.4.10, low 3.3.06, вот это поинты, да, такие постоянные срывы, ну, кто-то пытается тут, я не знаю, скальпить вот эти вот моменты 35, но если пробьют 35, и у вас будет стоять 35.01, не обессудьте, если сразу же на этом ваш день закончится, да, потому что тут будет, скорее всего, пробитие такое, с выносом хорошим стопов, которые стоят за 35, единственное, что пойдет ли он после этого хорошо, ну, никто не знает, но еще, кстати, есть вот эта вот возможность, она никуда не ушла, тут вот эти 35 еще будут мучить, и, кстати, это может быть точкой, это может быть точкой, единственное, что да, то смотрите, могут растягиваться, и даже после пробития, там нужно будет стоп минимум где-то 34.89, 34.85, либо ждать пробития, пока мы успокоимся, и вечером пойдем еще выше, пробьем 35 скорее всего, если будем методично подходить, что будет потом, надо смотреть, вот, поэтому, из перечисленного, там были еще, конечно, у нас отчеты, но, в общем-то и целом, этот, скажем так, основные, то есть я могу там какие-то моменты в сторону убрать, чтобы мы не тратили на это время, давайте вместо, окей, далее идем, и вкратце акции, да, пишем, уже можно писать, кстати, я не думаю, что вы не торговали, да, что я видел, что торговали, так и видел, что ситуации, которые вам, которые по вашему мнению, были интересны, вкратце пробегая, да, что смотрели, какие моменты были, и на что стоит обращать внимание. BTU у нас был в понедельник, был у нас момент, если мне память не изменяет, где у нас был момент, а, был момент на второй день, то есть мне спрашивали насчет, можно ли шортить было 36, вот у нас первый день, и вот тут вот второй, вот эти вот моменты, ну, время, да, могло вас смутить, но вот этот вот момент, когда они пробили, уже начался у нас второй час, да, вот тут вот, ну, это вариант был зайти здесь, это был здесь вариант, единственное, что, вот, то, что не добили вот этот лоу, не нужно такие ситуации, дожидаться, пока там сработает ваш стоп, либо нет, нужно выходить по-хорошему, где-то уже в 90, если не выходят, и потом смотреть за этой ситуацией, либо ее отпустить, то есть уже вот тут вот, ну, по-хорошему должны хотя бы, вот тут вот к 50 прийти, хотя бы лоу обновить сегодня, того дня, то есть лоу того дня был 57, до него дошли, до него, ну, вот, на закрытии, ну, как шли, то есть, ну, вот вариант, это был вариант, да, для входа, но единственное, что он не исполнился, но хорошая ситуация на самом деле. Дальше, обращая внимание, это просто так для информации, китайские у нас тяжеловесы начинают вот так вот смещаться, я говорю про Alibaba, кстати, вчера, кто смотрел Alibaba, был ли вариант для утренней торговли, однозначно да, однозначно да, когда он начал, перед самым открытием, вот он, когда Alibaba, как эту акцию называть, я не знаю, очень часто Alibaba начинает последние 5 минут своих двигаться, вот какие-то у него начинаются резкие движения, единственный большой плюс у данной акции, я очень люблю ее, не потому, что такое название, а потому, что действительно это акция New York Stock Exchange, там можно отменить вот этот OPG, либо зайти просто 100 shares, и потом добавляться успевать. очень неплохо она двигается и очень хорошо, очень часто у нее проходят вот эти движения первых 5 минут. Там тоже, конечно, нужно закладывать риск центов 30, это минимум, но там доллар просто может быть за какое-то мгновение. Так и случилось на самом деле, и пошла она, кстати, очень чисто. кто смотрел. Вот момент. Open 160, High 160, 08, но, как правило, вы даже вот этого момента не увидите, когда он открывается, то есть там идет такая вот распринтовка. Да, дальше, соответственно, у нас сегодня JKS, да, тоже начал смещаться. Вот. JD. JD еще вчера писал смотреть, сегодня тоже. Вот, начинают зоны какие-то искать, да, сначала утром вытрусили, но потом это деление по 20 центов, то есть ничего пока тут мега нет. Но это только, может быть, начало очень классно идет технически, и, то есть, китайцы, которые более-менее по капитализации интересны, более-менее, имея в виду, CTRP тот же, LiveEye, пока еще дышит, но, если так будет вести китайские его друзья, пойдет ниже 70, как миленькие, то есть никуда он не денется. То есть, ну, то есть эту информацию нужно смотреть, информацию-то нужно понимать, принимать, и, ну, китайские акции вообще без проблем. Можно и нужно трендовать, особенно вот те, которые я перечислил, там особая разница, ну, JGU, что-то спутаете особо с какой-то акцией, допустим, канадской, ну, туда есть вот эти вот гэпы постоянные, но в целом он очень плотный, очень неплохо двигается, как по мне, очень неплохо. вот, дальше, что нам эта неделя дала, ну, уже буду идти по списку своему, АМРН все-таки после этого дня восстановился, я уже думал, все, и где-то мысленно похоронил его, и начал искать шорты, и, собственно, в некоторых ситуациях, даже в некоторых платформах, дают шорт на эту акцию, но пока, пока он наверху, да, то есть может еще пройти легко, то есть то, что тут его удержали, да, и вот этот вот день спасли, тут вот как-то они вот тут вот бились в районе 15-16, это может говорить о том, что мы можем очень неплохо пойти еще выше, поэтому АМРН не нужно отпускать, там могут быть хорошие пробития на перехай какой-то, да, и могут быть очень хорошие импульсы, SJH мне тут говорят, что не долетает постоянно, тоже интересный товарищ, дальше, APRN, APRN писал, по-моему, Александр, насчет момента вечернее лето трейдинг, либо нет, вот этот вот день, 1 октября, это у нас понедельник, однозначно да, однозначно да, когда у нас идет gap down, когда у нас идет утренний мух, вот это да, допустим, даже утром вы не торгуете, у вас на фильтрах эта акция, естественно, будет, потому что тут и в процентном соотношении падения больше там 5% точно, да, то есть объем повышен, и это видно вот здесь, и собственно тут очень хорошая была зона, тут однозначно нужно пытаться лимитными ордерами заходить, и в финале, если вас выбивают там акции, все-таки выходят там 2 часа выше, это 100% верная сделка, очень классно держали, весь обед продержали ниже 31, весь обед, классный очень момент, то есть вы в данном случае, опять же смотрите, можете, не знаю, там 100-200 шерст взять, только лимитом это нужно брать, да, по 87, по 88, то есть под вот этой вот штукой, да, пытаться, ну, не нужно умничать там и ставить там 94, очень часто не дадут, имея позицию, там допустим 200 шерст поставить здесь еще, в надежде на какой-то сквиз, да, и получить лучшую среднюю, ну, и не забыть при этом стоп поставить на 100 шерст больше, например, однозначно да, но вот не имея позиции и думать, что будет всегда сквиз, что вас всегда обманут, обмана, да, нет, да, то есть лучше сделать вот так вот, и возможно даже еще стоп лимит поставить там по 81, там 75, вот, и после этого как минимум до 30, 50 тут нужно быть, как минимум, да, основным объемом, а каким-то минимальным объемом, ну, вот до лоу дня там дотерпеть, ну, прошло ниже еще там 30 центов, но это, можно эти деньги, скажем так, не забирать. Радует, испевай, да, я думаю, и меня, и вас, потому что, если мы так закончим неделю, сегодня, где-нибудь под 280, 277, 286, 50, это будет очень интересный понедельник, может быть, либо опять будет гэпап какой-то, 290, да, и будем уныло расти, посмотрим, ну, интересно смотримся, очень интересно, если, опять же, здесь закроемся, вот, дальше идем, опять же, вкратце, авиаро, была такая акция, единственное, что тут, нужна была определенная смелость, я думаю, она попадала к вам на фильтр, она очень тонкая, она очень тонкая, даже сейчас мы, можно сказать, успокоились, 5, и 30, 25 центов спред, такие вещи, однозначно, нужно торговать, 100%, но имея какой-то уже опыт, имея какой-то запас прочности, когда вы видите, что стак валится, вы видите этот спред, но вы лимитом берете, берете на себя риск, центов 50, не меньше, но вы понимаете, что стак может еще там, 3-4 поинта идти, вот, потому что тут просто, такие вот вещи происходят, в стандартный какой-то день, естественно, тут нечего делать, в эверо, абсолютно нечего, и W у нас слетает, и очень неплохо, то есть, ну, опять же, подчеркиваю, вот таких вот сейчас, ребят, которые находятся на хаях, и будут вот так вот корректироваться, будет предостаточно, поэтому тут нужно понимать, те вещи, которые формализованы, стратегии, допустим, прописаны, когда акция, допустим, на дневке находится, на low, годовом, и если она его проходит, это какие-то дополнительные сигналы, тут уже нужно понимать, когда у нас приходит объем, и когда у нас ситуация на верхних каких-то границах находится, это уже можно расценивать, то, что как мы уже начинаем скатываться сверху, и это такой очень хороший сигнал, и уже такие вещи можно торговать, как первую, вторую волну, не важно, да, чтобы объем был в этих ситуациях, то есть будем скатываться 100%, и W, да, утро вот это вот, рассмотрим, да, ну, риск соответствующий, да, и открылся он, плохенько он открылся, насколько я помню, а нет, это не такция, а он просто, там, на 30-й, по-моему, секунде, и так далее, то есть открылся, там еще был выход вверх, ну, и вот так вот он добежал все-таки до 160, но он практически 164 приходил, но опять же, очень высокорисковый был, был у вас заход, а так в целом, стак неплохо идет, ну, по своей цене, со своим спредом, но спускается очень неплохо, это хорошие сигналы на самом деле в целом, то, что у нас вот такие вот акции начинают сползать, да, типа, Много таких сейчас моментов, а находимся наверху, дальше идем, ну, Facebook, 260, все-таки, я думаю, на этой неделе мы закроемся ниже, уже начали даже тут что-то искать, это очень хорошо, Twitter, при этом, я думаю, все-таки, пока держат, пока держат эти 28, а потом проснемся с каким-нибудь gap-down, по 26, как вариант, AMD, так, это у меня, или у вас, видно меня, черный экран, или что сейчас, момент, но вроде вот наконец-то и есть, но единственный момент, у меня пропали ваши вопросы, поэтому прошу продублировать, что касается акций, которые вы оставляли, кто дождался, молодец, идем дальше, AMD, да, я хотел вот этот момент вам показать, 30 долларов, просто мега момент в плане техники, но его довольно-таки, ну, тяжело и скрупулезно нужно было высматривать, да, целый день, вот такие вот ситуации, да, возможны, и вполне это рабочие будут моменты, на отчетный период, была вот эта трясатка, там чуть ниже, это было все 30, да, соответственно, тут, конечно же, ну, прямо вот тут смотреть, в этот момент войти нет, но вот в этой вот зоне, это был вариант, конечно же, тут все сделали идеально, после откатов, держали вот раз и два, то есть, вот такие вот моменты тоже нужно в память, и время, обратите внимание, очень классный момент, плюс объем, то есть, это мега ситуация, тут не может быть вообще никаких вопросов, какую сторону вот тут, да, то есть, тут только шорт, да, и только терпение, скажем так, вот, эту ситуацию, дождаться, даже если вы не взяли вот этот момент, да, вот, вот эта вот зона, то есть, даже вот тут вот можно, в принципе, заходить, когда есть объем, в расчете до следующей фигуры, дотерпеть. Ну, LL тоже сбрасывали, но он так идет, конечно, а, единственное, что, ну, это все, конечно, красиво, но нужно его ждать на следующей неделе, я думаю, что он еще у нас, может и ниже падать, на самом деле. И пошли у нас дешевые акции, NBV, в этот день мы смотрели, да, по-моему, у нас был, да, брифинг в этот день, пошел у нас на закрытие, ну, и сейчас, опять же, пока держишь, то интересно, да, и хай нужно вот этот вот караулить, который у нас на постмаркете был 1 октября, выше 10 долларов, туда будут многие заходить, те, кто и с фингтрейдинг торгует, да, и в целом вообще пытаться ворваться в эти моменты. IGC все, IGC выдал на гора у нас 2 число, очень тяжело он это делал, ну, и потом типичный Pump and Dump, да, при наличии шорта всегда пытаются эти стаки шортить на вот такие вот моменты, да, единственное, что тяжело на них найти, конечно же, шорт. LEFB пока что не могу сказать, что он, но это шортовый уже момент, то есть, разве что выше 6, если он вернется в игру, то да. RDM, так уже идет список дешевых акций, которые взрывались, но никуда не ушли, BLRX пока тоже жив, если в доллар 60 сегодня закрытие будет, это очень интересно, может быть вчерашний возмутитель спокойствия SAHSGX, да, вот этот момент, это просто супер момент, с точки зрения момента объем, самый большой объем за день прошел, да, в 12 часов, вот он, пробили единицу, и посмотрите, удержали единицу, даже если вы пробой не торгуете, но следите за дешевыми акциями, то есть 100% тут, это мега вход, ну и потом это ускорение, ну и потом, естественно, после вот такого вот закрытия, да, которое у нас было, когда уж сильно начали эту единицу прессинговать, тут нельзя оставаться овернайт в таких вот вещах, это очень опасно, если здесь закрываемся, то да. Ну и сегодня, как ничего и не было, а NPX дешевый, но вот он вот так вот у нас, HSGX тоже у нас был дешевый, да, то есть может взрыв быть на следующей неделе, возлагали определенные надежды, но вот PTI типичная формация, когда стак после такого всплеска уже на премаркете следующего дня съедает часть вот этого хай, да, своего закрытия, это вот 9 утра, и вот на Open идет еще ниже, естественно. TRVN пока держится, 360 может быть интересно, VTGN все, я думаю, VTVT, хорошее название, да, просто шедевральный момент для свинг ситуации, во-первых, вот этот момент уже можно заходить небольшим объемом, но 3 с лишним пробития, там, в учебнике, да, на самом деле, в этот момент на открытии сразу же понеслись, но и тут так, естественно, закрывали, потому что очень сильно разогнали, сейчас уже, ну, сегодняшний день показывает, что он еще жив пока что, ну и сегодняшний юмор, который я хотел вам показать, кто, наверное, может что-то видел, смеется до сих пор, акция LMAT, просто с, там, с минимальнейшим объемом, да, какой там средний объем, вообще в целом, хотя можно это на ESGMO посмотреть, ну да, то есть тут объем оставляет, желает лучшего, 100 тысяч, вот эти вот моменты, это что-то, да, то есть вот этот вот разрыв, потом любимые ваши формации, держали фигуру, и потом вот такая вот штука, нереально тут получить на аптеке, нереально, то есть тут, то есть что бы вы там ни делали, как бы вы ни танцевали, кому бы вы ни молились, вот в этой зоне 50-51, при таком объеме, вам могут не дать, ну не знаю, может кого-то получилось, я просто не видел на самом деле, да, SMC, естественно, был, вот так вот у нас, к сожалению, без нас могут уходить такие вот моменты, но это продолжается еще, это катавасия, веселая акция, были еще МНК, естественно, который, вот, хочу обратить ваше внимание на эту формацию, это шикарный момент, это прекрасный момент для OPG, и вообще сама ситуация по дневному чарту, держит 29, многие дни начинается выход, причем есть еще и постмаркет, то есть те, кто от этой цифры набирали, они просто потирали руки на следующий день, но не тут-то было, и вот такой вот приманкет, это серьезная паника для тех людей, может быть, которые сидят здесь в лонг, и они видят, что 30-ку уже-то и не держит, да, особо, и МНК, равно М, вчера, в 31 минуту, правда, он открылся, он открылся не сразу, то есть заставлял нервничать, и сразу же полетел, OPG был 29,65, но тут на самом деле, если вы видите, что идет сразу же против, да, там начинают бить, 29,80,90, ну, если 100 шерст, нужно за 30-кой точно быть, и ни о чем не волноваться, ну, выбьет так выбьет, но тут потенциал такой, что просто могут сразу же провалиться то, что они сделали, поскольку тут, ну, после вот этого всего дела, вот этого, да, очень неприятную ситуацию, попадают, и они просто начинают быстро сливать позицию, просто быстро уходить, и провоцирует вот это вот движение, которое, а мы, как люди, которые торгуют утром, да, и вообще интродэй, эту всю штуку пытаемся взять, достаточно вот этого первого движения, классный очень момент, с понятным стопом, то есть самый дальний стоп 30.01, это самое дальнее, что может быть, никаких там 30.5, 30, это идеальный стоп здесь вот, идеальный стоп, я подчеркиваю, это не 1 цент, там 3 цента 2, идеальный стоп, это когда он четко понятен для вас, и у вас нет вопроса, там, куда ставить этот стоп-ордер, SMCI, SMCI, а вчера его как-то, очень странно, да, SMCI, естественно, все вы смотрите, все вы видели, пропадали вчера и котировки на некоторых платформах, да, но это сказка, конечно, да, такие вещи бывают, 12.12, что там пропало, ничего не пропало, вот что там дрыгается, красавец наш, причем некоторые платформы как-то и котировок на него не дают, мутная какая-то история, но, да, это можно сказать, один из акций всей недели, одна из акций всей недели, чего, можно ли шортить пробитие 33.26, разворот с хая, по какой акции, CRG, про нее вопрос, либо что-то, или I, 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 тикер I, просто такой тикер, его не видно, как будто там восклицательный знак, 33.26, почему 33.26, я бы его еще не спешил, нужен красный день, чтобы мы закрылись, хотя бы, может сегодня, и потом какой-то прем-маркет отрицательный, тогда да, а это потенциальный, да, стак, который может, он сильненький, конечно, особенно вот этот момент, что-то, коррекция бы не мешала ему, да, CRG, второе число, да, мы смотрели этот момент, мы с Алесси, мы помалой, даже он рассказывал, ну, то, что так слетит акция, вы, конечно, не рассчитывайте, что так всегда будет, при пробитии, да, это, конечно, шикарно все вышло, да, пришел объем, а что шорт, где именно, 52.50, то, что он, ну, да, тут классный момент, тут, ну, это, таких ситуаций очень мало, конечно, на рынке они бывают, очень редко, но вот этот случай, я имею ввиду, то, что вот так вот пройдет, то есть AMD, когда 30 пробил, да, по сути, тоже очень хорошо прошло, но тут идеально все случилось, да, просто вы не рассчитываете в следующий раз, если вы видите подобную ситуацию, особенно, если вы видите ее без объема, так там полетит столько же, такого не будет, редкие моменты, красивые моменты, которые очень редко случаются в нашей жизни, трейдерской, все намного, скажем так, может быть, не то, что тяжелее, не так красиво, то есть тоже акция может пройти 3 доллара, она будет делать не так быстро, и PPM мы рассматривали. Хорошо. В целом, да, готовимся на следующую неделю, начинаются у нас отчитываться банки, это не значит, что нам нужно прям там всеми фибрами души вбегать в BAC, BAC по понедельник 15, в Wells Fargo и так далее, и тому подобное, да, то есть нужно будет дождаться, вот только начинаем мы, да, по сути, поэтому будем смотреть и Dallas, Delta вернее, да, будем RFA смотреть, ну и банки вообще, в принципе, как они зададут тон, ну и WBA, кстати, можно поторговать, все-таки компонент будет у нас Dow Jones, хотя он такой тяжеловатый стал, но посмотрим, может быть интересно. Всем хороших выходных, и уже в понедельник увидимся, счастливо.